Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. На кону жизнь и здоровье пациентов алтайские клиники пластической хирургии устраняют нарушения в работе. Из режима отдыха в рабочий как подготовить ребенка к первому сентября. Без зрителей, но с хорошими результатами. В Барноле прошел региональный чемпионат по керлингу. Итак, медикам краевой клинической больницы скорой помощи удалось спасти жизни троих пострадавших в серьезной аварии в Алтайском районе. Напомним, ДТП случилось 24 августа. Пассажирский автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с Волгой. Тяжелых больных доставили в Барнол вертолетом. Сейчас состояние одной из пациенток удовлетворительной. Решается вопрос о ее переводе на амбулаторное лечение. Двое по-прежнему в реанимации. Они получили более серьезные травмы. Тем не менее, специалисты дают положительные прогнозы. Да, травмы достаточно серьезные, которые сейчас не внесут угрозы жизни. Были опасны в момент нанесения их получения и транспортировки. Сейчас вся необходимая помощь оказана. Все проведено на уровне высокотехнологичных стандартов медицинской помощи. Но сейчас пациентки нуждаются в интенсивной терапии. В ряде клиник пластической хирургии Алтайского края Росздравнадзор обнаружил нарушение. Устранить их медицинские учреждения обязаны в течение месяца. Согласно приказу Министерства здравоохранения, такие клиники должны быть оснащены целым перечнем дорогостоящего оборудования, которое обеспечит безопасность пациентов. Подробнее Елена Кузовкина. Девушка, назовем ее Марина, согласилась на интервью при условии, что мы не будем показывать ее лицам, поскольку вопрос для нее довольно деликатный. В детстве Марину называли чебурашкой. Торчащие уши она прятала под волосами. Когда стала хорошо зарабатывать, решилась на пластику. Несмотря на все хорошие отзывы, несмотря на все лицензии, операция была сделана плохо. У меня остались шрамы. Хорошо, хоть я жива осталась. У клиники, в которой Марина делала операцию, после всех разбирательств отозвали лицензию. Девушке, можно сказать, повезло, в отличие от пациенток ряда московских клиник. Весной этого года три женщины скончались после пластических операций. Им занесли смертельную инфекцию. Эти трагедии стали поводом для ужесточения работы клиник, говорится на официальном сайте Росздравнадзора. Согласно новому приказу, учреждения медицины должны быть оснащены рентгенаппаратами, томографами и мамографами, и даже оборудованием для проведения видеозаписи. Некоторые столичные специалисты новые требования восприняли в штыки. Приказ выглядит таким образом, будто бы Минздрав лоббирует интересы каких-то крупных больниц и тех компаний, кто продает медицинское оборудование. Приказ абсолютно алогичен, потому что, прикрываясь заботой о здоровье пациентов, нам, хирургам, выставили неадекватные требования по оборудованию. К слову, алтайских врачей новые требования не напугали. Все краевые клиники, у которых есть лицензия на проведение пластической хирургии, а их 12, проверку прошли. Однако в четырех из них выявлены нарушения, которые в течение месяца необходимо устранить. Работу при этом клиники не прекратили. Медики говорят, требования ужесточили. Это правильно, ведь на кону жизни здоровья пациентов. Это конкурентный рынок, и цена тут тоже немаловажный фактор. Но тут хочется развеять мифы пациентов о том, что пластическая хирургия может быть какой-то бюджетной или дешевой. То есть за этим гнаться абсолютно не стоит, потому что в руках не просто красота, а еще и здоровье ваше. Поэтому, возможно, да, цены где-то подрастут. По словам Инны Сковородниковой, все ее коллеги требования столичного министерства восприняли адекватно. Уверена, что подобную проверку необходимо проводить и в салонах, которые занимаются косметологией. Ведь сегодня эстетическая медицина набирает обороты, и в отличие от пластической она более доступна. Елена Кузовкина, Алексей Фризин, Александр Антропов. Наши новости. Более 400 жителей Барнаула обратились в администрацию президента с просьбой внести поправки в федеральную целевую программу жилища. Многие из них годами ждут положенные квартиры. Накануне молодые семьи краевой столицы вышли на митинг. Они возмущены, что за последние несколько лет количество выдаваемых сертификатов на жилье сократилось в разы. В этом году всего 26. Но вот, к слову, в крае в очереди на жилье стоит более 6 тысяч семей. При этом те, кто достигает 35-летнего порога, по правилам программы из нее выбывают. В этом году уже 520 человек лишились шанса получить свое жилье. Питингующие предлагают продлить предельный возраст с 35 до 40 лет, сделать отдельную очередь для многодетных семей, а также выделить дополнительную финансовую помощь из городского, краевого и федерального бюджетов. В ближайшие дни коллективное обращение будет отправлено в администрацию президента. В алтайских школах вводится второй обязательный иностранный язык. При этом четких сроков, пояснили в краевом министерстве, на федеральном уровне до сих пор не обозначено. По словам чиновников, учебные заведения сами будут решать, с какого класса начинать обучать второму иностранному – с пятого или с седьмого. К этому моменту должны быть решены все вопросы с преподавательскими кадрами и с учебной литературой. Уже 15 школ края перешли на обязательное обучение двух иностранных языков. Большая часть учебных заведений, а именно 11, находится в Барнауле. Абсолютное лидерство среди вторых языков занимает немецкий. Сколько еще школ региона в этом году перейдет на двуязычие, станет известно, как рассказали Минобри, только в начале сентября. Но между тем, до начала нового учебного года осталось меньше недели. Алтайские врачи сегодня рассказали, как безболезненно перевести ребенка из режима отдыха в рабочий график. Ирина Корчагина выслушала экспертов. Звенит у меня будильник, я бегу, я даже не смотрю на него. Третьекласснику Тимура с грустью приходится расставаться с волосами, которые он отрастил за лето. Через неделю в школу. И снова распорядок дня, занятия. Но это обстоятельство не огорчает мальчика, который привык к активному образу жизни. Помимо уроков он ходит на дзюдо, в музыкальную школу и народные танцы. У нас какая-то жизнь такая вот в этом, во всем ключе. Как роботы. Стоим в 5 утра, выезжаем в 5 утра, все, спим в 5 утра. Ну, я не думаю, что это тебя слишком напрягает. Но ты же привык к этот режим уже. Конечно. Тимур исключением. Но, как правило, летом родители расслабляют своих детей. Психологи сегодня дали ответ на вопрос, как бороться с детским «не хочу идти в школу». Есть обязательства у тебя перед семьей, государством ходить в школу. Можно с этого начинать. Вы зря напрасно так иронизируете, потому что, что касается их прав, они это очень бурно озвучивают, ребятишки. Кстати, врачи не советуют пичкать ребенка витаминами, которые обещают повысить трудоспособность. К тому же, если речь идет об успокаивающих или стимулирующих таблетках, сначала надо проконсультироваться с врачом. Что точно необходимо сделать перед новым учебным годом, так это обратить внимание на здоровье глаз школьника. Проводить время у телефона крайне вредно, уверены офтальмологи. Нужно каждые 40-50 минут делать 15-20-30 минут перерыва в зрительной работе для того, чтобы ребенок отдохнул. Второе – это физическая активность. Как раз ее современным школьникам часто не хватает. В учебном расписании на физкультуру отводится 3 часа в неделю. Врачи считают, этого недостаточно и советуют еще дополнительно 3-4 часа в неделю уделять спорту. И еще, именно сегодня, за неделю до учебы, по мнению психологов, стоит начать укладывать школьника спать на час раньше. Наталье этого делать не придется, ведь даже летом в их семье принято ложиться спать не позднее 10 часов вечера. Ирина Корчегина, Андрей Печеркин. Наши новости. Разбейте. К другим темам. Юные хоккеисты рискуют остаться без базы для тренировок. На этот раз воспитанники школы Алексея Черепанова. Как уверяют родители и тренеры, административное здание, возможно, пойдет под снос. В итоге, в буквальном смысле, на улице рискуют остаться десятки мальчишек. Подробности далее. Вместо льда линолеум, расстелены прямо на улице на асфальте, вместо коньков кроссовки. Сегодня у них по графику отработка бросков. Вот в таких условиях вынуждены теперь проводить тренировки хоккеисты школы известного земляка Алексея Черепанова. На сегодняшний день, вот сейчас наступает осень, дождливая пора, нам заниматься негде. Нам не предоставили альтернативы, то есть ни спортзала, ни площадки, ничего нет. Раньше точно такие же тренировки проходили под крышей. Вот в этом здании только сооружение уже несколько месяцев закрыто. Причина – само строение якобы до сих пор не введено в эксплуатацию. Есть проблемы, уверяют тренеры. И с противопожарной безопасностью идут суды. Мне кажется, просто элементарно чиновникам просто до детей никакого дела нет. Спортом кричат на всех углах, что надо развивать спорт, детский спорт. А где он детский спорт? Ну вот так вот занимался? Ну вот да, вот это детский спорт. Это называется спорт высших достижений, да? Вдобавок к этой новой истории административный корпус, в котором расположены раздевалки, хранится вся амуниция, говорит детский тренер Алексей Лопатин, и вовсе хотят снести. Вот раздевалки, раздевалки. Маленькие, но тем не менее, тепло, душ, душ, все здесь есть, туалет. На этом месте, рассказывает Алексей, планирует построить новое здание для общеобразовательной школы, на территории которой открыта база. Об этом тренер узнал из-за разговора с городскими чиновниками. Пока все устно идет, то есть документов нет никаких. То есть в последней беседе с директором нашей школы непосредственно в пятницу разговор был, то есть мне сказали прямым текстом, ищи место для работы, то есть ищи коробку, где ты будешь заниматься с детьми. То есть с 1 сентября ты здесь даже не имеешь права находиться. В качестве альтернативы черепановцам предложили апартаменты в другой школе. Правда, до нее идти почти полкилометра. Особенно после тренировки в амуниции миссия практически невыполнима. Добрался, но там, говорят, не будет даже воды. Выход нашли такой, снести одно здание, детей выкинуть на улице, других под крышу. Под крышей дома своего, это, видимо, не про них. За последнее время спортивная школа растеряла большую часть воспитанников. Кто-то перешел в другие, кто-то и вовсе бросил занятия. У меня сейчас осталось 12 человек. У меня 12 осталось. Дети уходят на более лучшие условия. Их можно понять. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости. Ну вот между тем мы ждем официального комментария от спорткомитета Барнаула. Сегодня в неофициальной беседе нас заверили, что выселять юных хоккеистов школы Черепанова не собираются. И в продолжение спортивной темы. Для самоучек уровень высокий. Так оценила мастерство алтайских спортсменов по керлингу олимпийская чемпионка Екатерина Галкина. Она стала первым именитым профессионалом этого вида, посетившим наш край. Алтайской федерации керлинга нет и года. Но вот в минувшие выходные Екатерина учила барнаульцев катать камень по льду, а также судила региональный чемпионат. Анастасия Дороган увидела. Самые молодые в России – алтайские керлингисты. Краевая федерация открылась в декабре, еще нет года, а у нас тренируются, вернее, учатся три команды. В эти выходные они накатывали мастерство с участницей олимпийской сборной России Екатериной Галкиной. Керлинги в основном вспоминают раз в четыре года. Это от Олимпиады к Олимпиаде. Но мы всячески стараемся исправить эту ситуацию. 20 лет назад в Москве это начиналось абсолютно так же и в Петербурге, когда не было ничего. У нас, к сожалению, нет ни тренеров, ни инструкторов, но мы решили начинать спортивную деятельность уже сейчас, то есть начинать проводить соревнования. Первый для Алтая чемпионат собрал шесть команд. Три наши, две из Новосибирска, одна из Красноярска. Зрителей нет, но спортсмены не в обиде. Чтобы болеть за керлинг, надо его понимать. Прицелиться, толкнуть камень, выбить противника – лишь набор задач. Екатерина Галкина нас похвалила. Уровень самоучек у нас достаточно высокий. Она была удивлена, что для такого короткого периода учиться на роликах в Ютубе и съездить на соревнования, просто смотреть на других, для самоучек вполне мы даже ничего. Это красноярцы. Они здесь одни из опытных, тренируются уже пять лет. Толкают камень, точнее всех, и громче всех на льду. Друг другу помогают, что нужно делать в процессе игры. А почему наши молчат? Ну, наши взглядом помогают друг другу. За неполный год успехи у алтайских спортсменов технические. Есть где катать и чем катать. Эти камни из Сочи. Их подарили в Российской Федерации керлинга. Комплект стоит миллион. Теперь дело за мастерством. Например, понять, когда именно отпускать камень. Здесь время равно точности. Здесь на площадке есть специальные две линии. Когда человек выкатывается, его засекают. То есть от бэклайна до хоглайна вот эти две линии засекаются. Там, например, время должно быть у тебя 3 секунды, там 2 десятых, например. И вот это время ты должен постоянно прикатывать. В итоге красноярцы и увезли победу чемпионата. Новосибирцы вторые, у Алтая бронза. Для первого в истории края чемпионата по керлингу задача максимум выполнена. Анастасия Дороган, Павел Лауронин. Наши новости. Другие барнаульцы в минувшую субботу присоединились ко всероссийской акции «Ночь кино». На парковке у торгового центра «Арена» собралось несколько десятков авто. Кто-то планировал смотреть фильмы прямо из окон своих машин. Кто-то предусмотрительно взял с собой пледы, складные стулья и термосы, чтобы прохладной ночью в импровизированном кинотеатре было комфортно. Мы вот с сыном приехали на «Ночь кино». То есть, именно посмотреть, да, дома нет такой атмосферы. То есть, это обычный телевизор, обыденность. А здесь, как бы, получается, ну, народ сближает, да, постоянно какие-то здесь чемпионаты, что-то проходит. Мы уже, как семейная традиция, всегда приезжаем сюда. Напомним, с помощью народного онлайн-голосования для просмотра в рамках акции было выбрано три отечественных киноленты. «Последний богатырь», «Рубеж и танки». Начался показ с фантастической сказки, завершился фильмом о войне. Вот, кстати, в Барнауле кино этой ночью демонстрировали еще на трех площадках, в кинотеатрах «Премьера» и «Мир», а также в развлекательном и игровом комплексе «Барнаульская крепость». Помимо краевой столицы, ночь кино состоялась также в семи городах и районах края. Традиционно в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Черникафорте «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черникафорте для всей семьи. И даже детям с трех лет. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Практически на всей территории края без осадков в Бийске, Олейске и Заринске до 20 тепла. В Змеиногорске и Рубцовске – 21. В Барнауле переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный временами порывистый. В ночное время до 11 тепла, днем до 19. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. У меня все новости к этому часу. До встречи!